ДИДЖЕЙ ДЕМИТ РЕЗИН Дарим праздник! Генеральные партнеры праздника. Официальный дилер Ниссан Премьер Авто, Спербанк, Мегафон, Агрохолдинг Акашева и цифровой гипермаркет Матрица. Троллейбусный транспорт в Ишкар-роле был, есть и будет. В этом работников троллейбусного парка, обеспокоенных слухами о возможном закрытии предприятия, заверил лично глава республики Леонид Маркелов. Кроме того, в ближайшее время расширятся уже существующие маршруты и появятся новые. А в течение следующего года парк получит шесть новых троллейбусов. 2014 год выдался напряженным для работников Йошкар-ролинского троллейбусного парка. Старейшее на сегодняшний день предприятие городского общественного транспорта столкнулось со сложными проблемами, главной из которых – периодическое отключение электроэнергии за долги перед снабжающей организацией. Неудивительно, что уверенность в завтрашнем дне у сотрудников предприятия сменилась страхом. Поползли слухи о закрытии парка. Для того, чтобы эти слухи опровергнуть и в прямом смысле успокоить людей, с коллективом встретился глава МРИЛ Леонид Маркелов. В ходе продолжительного общения с работниками предприятия глава правительства не только разъяснил ситуацию с долгами, но и ответил на вопросы, касающиеся разных тем. От льготных проездных билетов до жалоб на нарушителей правил парковки и звуковую рекламу на остановках. Но все-таки основная тема встречи – будущая судьба троллейбусного парка. Троллейбусный парк – это жизненеобходимый транспорт, который никто не собирается сокращать, никто не собирается ликвидировать, а будем развивать. И в подтверждение к этому я могу сказать, что в 2014 году мы приобретаем два троллейбуса для парка. Есть проблемы с оплатой энергоносителей. Но эта проблема серьезная достаточно, потому что средств не хватает. Любой муниципальный транспорт должен получать дотацию. Этот вопрос мы решили на уровне правительства и думаем, что до конца года отключений не будет. В ближайшее время будет подписано соглашение, согласно которому часть долгов троллейбусного парка за электроэнергию, а это 28 миллионов рублей, возьмет на себя правительство республики. Кроме того, как и прежде, будут субсидироваться проездные билеты для учащихся муниципальных образовательных учреждений. Но вот субсидий для студентов вузов правительство региона предоставить не может. Только потому, что этим должны заниматься федеральные власти. Подводя итоги встречи, Леонид Маркелов еще раз отметил, что и городские, и республиканские власти сделают все, чтобы троллейбусный транспорт в Ешкарале не только не исчез с дорог, но и развивался. В частности, уже в августе будут закуплены два новых троллейбуса, а в следующем году как минимум еще четыре. Я считаю, что встреча очень была плодотворной. Как для работников, так и для правительства узнали проблемы нашего предприятия. И самое, что приятное, то, что глава вселил уверенность и оптимизм в моих работников. И сейчас я больше, чем уверен, что они будут работать еще гораздо эффективнее. На благо наших горожан и гостей нашей прекрасной республики, нашего города. Помимо прочего, будет развиваться и сеть троллейбусных маршрутов Ешкаралы. В частности, троллейбусы пустят по строящемуся Воскресенскому проспекту для удобства жителей нового микрорайона в районе бульвара Ураева. А уже в ближайшие дни изменится маршрут троллейбуса номер четыре. Он станет более протяженным. С 25 июля будет работать видоизмененный, скажем так, маршрут номер четыре. Добавляем мы туда количество троллейбусов. Администрация Медведевского района выходила на нас с просьбой увеличить. Потому что у них растут новые микрорайоны. Жилой комплекс растет. И нужно людям ездить и в город, и появляется новый, скажем, комплекс лента. Так называемый, вы знаете, наверное. И в связи с этим мы приняли решение, что нужно увеличить количество троллейбусов и открыть этот новый маршрут. Четвертый номер троллейбуса раньше ехал до ДК Ленина и разворачивался обратно по Ленинскому проспекту. Сейчас он будет идти прямо по машиностроителей, поворачивать на строителей в девятом микрорайоне, поворачивать на Космодемьянский тракт и на опытное поле. Вот. График движения будет 10-11 минут. Со своей стороны работники троллейбусного парка призывают жителей и гостей столицы пользоваться троллейбусным транспортом, который по праву считается самым безопасным, а главное – экологически чистым. Редактор субтитров А.Семкин